Вопрос в какой степени то, что мы называем Англией, является государством, а в какой степени это просто такая ширма. Нам была известна история в середине XIX века. Была гигантская Остинская компания, которая ворочала колоссальными капиталами, и вооруженные силы, которые сухопутные были, гораздо больше, чем силы Великобритании, у которых был свой флот, в том числе военный и так далее. И даже, например, когда англичане поймали Наполеона и его решили на острове Святой Елены содержать в ссылке, они этот остров купили у Остинской компании. Не было у них своей территории для Наполеона. Они взяли в аренду, а когда Наполеон умер, они обратно отдали Остинской компании. Вот возникает вопрос, кто чем правил. И численность населения в Остинской компании, конечно, гораздо была больше в Великобритании. Представьте, сколько в Индии жили, а почти вся Индия принадлежала этой компании. А потом вдруг эта компания распустилась. Просто люди сказали, а мы не хотим больше быть компанией. И передали все Великобритании. Без каких-то ссор, без войн, без катаклизмов. А кто был акционерами этой компании, неизвестно. Известны ее руководители, военные руководители, которые руководили вооруженными силами, какие-то администраторы. Но состав акционеров, как он развивался и так далее, очень фрагментарно. Очень фрагментарно. Ясно, что туда входила высшая английская аристократия. Британская аристократия. Но как, что, где, почитать, довольно сложновато все это выявить. Значит, мы видим ситуацию, когда есть коммунистический Китай страшный, агрессивный. Есть маленький, очень такой жирненький, тепленький, вкусненький Гонконг. И потом они безболезненно объединяются, и Гонконг продолжает существовать, ничего там не происходит. Как такое возможно? Это возможно только в одном случае. Когда не Китай присоединил Гонконг, а Гонконг присоединил Китай. Это вот к вопросу, что такое Великобритания. Поэтому, в принципе, там, конечно, может быть и республика, и что угодно. Так же, как форма правления Советского Союза могла быть совершенно разной. В конце 40-х годов всерьез развивалась идея создания монархии. Сталина хотели сделать царем. Отсюда вот введение погон и прочие, так сказать, вещи. Почему посол Великобритании, Кэр, вспоминал, что пьяный Сталин говорил, что он его сделает грузинским князем? Каким князем? Куда? Где? Он так говорил, потому что Кэр ему в свое время сказал, что он царем будет. Вот Гитлера победим, и будешь царь. Новую династию будет Сталинов. Если вы посмотрите логику развития, вот до того, что тогда же были введены не только погоны, были введены все практически знаки отличия чиновников дореволюционных. Даже школьники стали носить форму гимназисток и гимназистов с фуражками гимназическими и так далее. Вроде это ерунда, форма – это не ерунда. А как раз вот это-то и не ерунда, понимаете? Это все равно, что сказать, что… Ну, а что вот эти мусульмане? А пускай они крестятся. Ну, мусульмане просто изменят, пускай крестятся, и все. Ну, попробуйте, сделайте. То есть, если они крестятся, значит, это уже, извините, это уже не мусульманство, это другая религия совсем. Это они что-то им там изменили в матрице. КОНЕЦ